всем привет друзья вы вновь на канале дискус кристалл я олег филиппов и сегодня я медленно подошел к такой теме которая думаю всем будет интересно но сегодня хочу выступить не в роли рассказчика там советчика эксперта профессионала там и я хочу так плавненько плавненько перейти к диалогу но я буду говорить свои мысли в камеру а вы мне будете отвечать или не отвечать как-то дискутировать со мной в комментариях не стал я эту тему раскрывать в группах ватсапа там в контактах я это сделал обширно и youtube и контакт и ватсап потому что я думаю эта тема очень актуальна и затрагивает практически всю аквариумистику и я думаю и не аквариумистику и и рыборазводческие хозяйства разные тема такая вот есть мнение есть мнение и даже как бы устоявшиеся мнение правда я не знаю чем она подтверждена это мнение что при лечении рыбу не нужно кормить особенно при внутренних да не особенно при внутренних а именно при внутренних паразитах при лечении кишечных паразитов там бактериальных разных там паразитов бактерий как и вот смотрите я сейчас буду свою со своей колокольни это все высказывать ну вот если все паразиты кишечные они являются спутниками жизни рыб так будем говорить они питаются именно тем что попадает рыбе в кишечник желудок некоторые даже участвуют да не некоторые а практически все потому что косвенно перерабатывая пищу которая потребляет рыба они участвуют в переработке этой пищи кишечной желудочном тракте так скажем немалую роль выполняют но только когда их становится очень много то испражняясь так знаете я буду говорить простым человеческим языком испражняясь они вносят вовнутрь рыбы не так уж и мало не совсем полезных веществ от которых рыба травится так вот если это так то если когда мы начинаем лечить рыбку и мы прекращаем ее кормить то все вот эти паразиты они начинают либо кушать друг друга либо начинают употреблять в пищу стенки кишечника стенки желудка там прогрызают эти стенки попадают на плаву воздушный плавательный пузырь его прогрызают в общем наносят непоправимый вред рыбке это первое вот я и затрагиваю сейчас эту тему второе если судить по тому как вот мы лечимся все лекарственные препараты нужно принимать либо во время еды либо после еды на голодный желудок ничего не применяется потому что можно и пожечь слизистую и ну в общем каждый препарат работает по-своему и хорошо усваивается в кровь только при переработке с пищей тогда возникает вопрос почему мы вносим препарат лекарственный мы не кормим рыбу только из-за того что испортится водная среда и рыба потравиться от своих фекалий друзья мои я пришел к тому что этого делать нельзя это я никому не советую я сам лично уже много раз опробовал почему и говорю что в течение года там я что-то делаю если у меня что-то получается как-то я потом каким-то образом вам это доношу а ваша задача уже принять это либо попробовать либо каким-то образом отказаться от этого и пояснить поэтому я и хочу вот эту нашу беседу построить именно в этом ключе если вы не согласны с этим напишите по какой причине вот взять например тот же тех же дексамитов они по моему мнению опять же участвуют в пищеварительной процессе рыбы когда их развивается очень много они начинают уже употреблять пищу уже не то что кушает рыбка а рыбка зачастую кушать перестает потому что травится именно вот этими жизнеотходами этих дексамитов либо капилляриями в общем вы поняли и перестает кушать естественно кишечник опорожняется и они начинают кушать кишечник откуда появляется белые фекалии это отходят стенки кишечника желудка и прочего потом бывает что рыбка переворачивается потому что прогрызают кишечник попадают в область там где находится плавательный пузырь и естественно уничтожают его в этом случае рыбки уже помочь ничем нельзя потому что рыбка плавать будет вниз носом вылечить можно но поставить ее на место эту подводную лодку будет невозможно вот это то что я хотел вам донести с вами посоветоваться пишите рассказывайте меня переубеждайте хотелось бы дискуссии я думаю что эта тема она намного поднимет уровень аквариумистики россии и не только потому что ну некоторые стереотипы могут быть обманчивые надо менять надо меняться и надо двигаться вперед друзья на этом я закончил этот ролик надеюсь надеюсь друзья мои вы подхватите эту дискуссию мы с вами побеседуем на эту тему и выведем какой-то знаменатель пожелаю всем как всегда здоровья мирного неба и удачи